здравствуйте с вами опять компания roll lock мы делаем блокировки для нивы сейчас по просьбам наших покупателей хотим дать советы по монтажу этой блокировки ну для начала комплект пневмоблоки блокировки roll lock 3 с пневмовключением вот представлен на столе в него входит собственно дифференциал с блокировкой вот указочкой показываем потом пневмоцилиндр включения с уплотнительным колечком потом комплект фитингов вот фитинг в редуктор вот сейчас я покажу вот собственно говоря торчит из редуктора потом пневмоклапан вот он поворотного типа но бывает и кнопочного и два фитинга собственно говоря для монтажа трубки клапан ну и него трубка у нас идет трубка 4 миллиметра проходное сечение 2 миллиметра полтора до вот собственно вот это вы комплект этих деталей вы покупаете вам останется этот комплект смонтировать в свой редуктор и подключить к компрессору или ресиверу разные варианты есть значит вот смонтированный комплект как это все выглядит в редукторе вот для примера просто корпус с отверстием вот на нем мы начнем какие операции нужно делать для монтажа начало вам здесь редуктор без ведущей шестерни видно только сальник и снимать не надо то есть это просто для примера вот собственно еще один редуктор но которым нет этого отверстия то есть вот ваш редуктор выглядит вот так значит потом вы вот здесь подготавливаете площадочку сейчас надо показать эти отверстия вот и это отверстие вы сверлить и вот такую таким направлением то есть сверло должно смотреть на стык этого подшипника и для того чтобы вас не затерла эту пневмотрубку чтобы она проходила видите вот так это не касалась вращающихся деталей значит вы делаете отверстие сверлом 9 миллиметров 9 миллиметров по 10 1 резьба 10 шаг 1 то есть вот собственно говоря вот как это выглядит соответственно потом немножко герметика контр гайку и вот этот вот фитинг вот он с двумя гаечками да вы соответственно для этого используете после этого когда вы сделали отверстие вам нужно подготовить площадку для опоры цилиндра значит вот обращаю внимание вот вот эта плоскость тут обычно есть литейные дефекты то есть надо их соблюсти плоскость чтобы это было перпендикулярно оси вращения и убрать просто шлифовальной машинкой обработать значит после этого вот эту поверхность до после этого вы должны сделать определенную высоту крышек вот вот это вот от плоскости разъема до собственно касание болта здесь должно быть у нас 28 28 миллиметров если вдруг ваши крышки меньше значит подточить и поставить шайбу чтобы было 28 миллиметров меньше крышки крайне редко встречаются до 0 вот это необходимо для центровки не в цилиндра до чтобы он был ну проверьте это легко чтобы он был вровень с кольцом дифференциала значит после того как вы это сделали вы можете сделать про пробную сборку вы откручиваете крышки ну у вас уже все откручены дифференциал вынут вы должны снять чтобы поставить свою главную пару на наш комплект вы должны выкрутить болты вот эти раз ну и с другой стороны противоположным вот снять кольцо вверх при этом у вас штифты вот эти вот которые ведают за возврата за выключение блокировки они подпружинены если они выпадут то не беда значит где есть магниты улавливающие вот они там штифты стоят пружины все одинаковые там что вы стояли короче обрезаны то есть не обрезанные штифты стоят вот в этих отверстиях до боковых обрезаны и есть маркировка кернение на вот кернышек раз и вот кернышек два да и керны на кольце что просто но сборка облегчит значит вы снимаете это кольцо со штифтами ставите главную пару на свое место и потом обратно ставите кольцо и после этого вот эти болты шестигранные винты их надо на резьбовой клей сажать на лактайд что-нибудь того для чтобы не было откручивания потом вот здесь вот на пневмоцилиндре есть фитинг угловой вот он упирается в крышку подшипника вот крышку дифференциал вот вот здесь вас да вот в этом месте надо подточить крышку чтобы вот этот фитинг не касался вот здесь это явно видно вот то есть по месту ну собственно говоря есть закручивать винты нужно в нажатом нижнем положении до чтобы центровать эти сектора то есть это не закрывать затягивать затягивать до вы завинтили а подтянули уже зажав и и на что нужно обратить внимание при сборке вы должны вот здесь вот есть зазор между латунным поршнем пневмоцилиндра и кольцом дифференциала собственно эти две детали взаимодействуют здесь не должно быть зазора более полумиллиметр и второе что пневмоцилиндр должен касаться то есть лежать на опорной поверхности вот собственно говоря которые вот работаем да тогда он в распор работает и не расшатается и уши как бы держать вот ну естественно должно быть пропедикулярная поверхность не надо сразу много стачивать надо обязательно проверять это и и получается что вы не нарушаете регулировку редуктора а только лишь выставляете боковой зазор регулировочными подшипниками то есть собственно редуктор если он работал хорошо он и после монтажа блокировки будет также точно работать то есть настройка не требуется значит все фитинги многоразовые мы используем их можно без ограничений снимать и ставить то есть для снятия пневмофитинга надо нажать колечко маленькое вот это вот да и трубку вытащить топа ну а ставить просто надавить вот она оставляется все это касается всех фитингов ну после сборки надо обязательно проверить в работе дифференциал для этого он подключается компрессор любому и обязательно по щелкайте блокировкой смажьте поршни поршень я щас покажу как это все выглядит чуточку вот видите то есть пружины возвращают вот он работает вот сейчас можно увидеть что блокировка включена и все вместе то есть вместе с главной и вот сбрасывается давление блокировка выключается и вот есть свободный ход то есть крутится салон вот этот момент надо обязательно проверить вот это корректно и правильная работа но вот и все что мы хотели показать на что обратить внимание монтаж довольно прост всегда готовы ответить на ваши вопросы которые возникают при этой работе всего хорошего до встречи